Всем огромный привет! Накопились пустые баночки и я спешу с ними расстаться, с вами поделиться своим мнением. Поэтому пусть месяц не закончился, но давайте я покажу и спокойно выкину и моя корзиночка будет снова пустой. Очень угнетает это наполнение пустых баночек и всегда желание их быстрее выкинуть. Первое, что закончилось, это от Домфа Берлик ультракондиционер для белья с аромакапсулами. Не так давно это было новинкой, это средство. Оно идет 500 мл и артикул у него вот такой, 1-1-2-3-4. Это действительно кондиционер. Тут мерный стаканчик идет в самом колпачке, очень удобный. Молодцы Фаберлик, что так позаботились. Тут даже есть, не знаю, вам видно, но видно, да, прорези вот эти вот отметины. Однажды я хотела так вот, знаете, в машинку, в барабан засунуть эту саму бутылку и немножечко капнуть. Но не рассчитала, у меня так капнулось хорошо. И тогда я поняла, что это действительно кондиционер. Я не могла выполоскать это средство, потом еще 3 стирки. То есть я там плеснула нечаянно, конечно, много. И это было лишнее. Поэтому то, что это концентрированное средство, я поняла. Хватая такого флакона на 30 стирок, это действительно так. Совсем чуть-чуть надо и аромат держится на белье. Так, теперь давайте уже буду показывать косметические средства. Шампунь от Кашемир. Супер очищение. Вот тут написано с такими кислотами. Для жирных и быстро загрязняющихся волос. Он подходит для частого мытья. Бережный мягкий уход. Витекс. Вот этот шампунь мне понравился. Я его использовала, когда наносила маски с маслами. Вот когда масла жирные, как раз очень хорошо смывала этот шампунь. Я один-два раза намыливала и без проблем. Жир уходил, волосы становились мягкие и промытые. У меня у мамы жирные волосы, поэтому она его чередовала. Иногда вот она пользовалась репейником в последнее время. Но иногда она вот, когда жирное масло было, и надо было его смыть. Я в предыдущем ролике показала там репейное масло. Вот это репейное масло смывалось хорошо именно этим шампунем. Неплохой шампунь. Тут прям капелька осталась, но я его решила показать, чтобы такую бутылку не оставлять. Аромат приятный, косметический, ну такой невыдающийся. Неплохое средство. Дальше. Александра Оксана. Привет тебе, Ксюша, огромный. Присылала моему мужу в подарок с посылкой. Посылка была мне, и там был подарок моему мужу. Вот такой шампунь от Mary Kay. Это я вам показываю сейчас коробочку. Теперь, собственно, сам шампунь. Вот в такой вот интересной тубе, 192 миллилитра. Тоже прямо на донышке осталось, еще на один раз. Поэтому уже вымоет голову еще раз и выкинем. Мужу очень понравился этот шампунь. Оксана тебе сказала огромное-огромное спасибо. Mary Kay большое спасибо. Экономный шампунь, хорошо промывает волосы. Нужно совсем немного, ну, на мужские короткие волосы. И с этим шампунем перхоти не было. То есть вот волосы чистые и вот как бы без всяких проблем. Голова не зудела, не чесалась. То есть замечательный шампунь, ему понравился. То есть ему, его голове подошел и понравился. Дальше. Немножко в хаотичном порядке у меня тут получается. Пена. Этого снеговичка присылал моему Максимке сыну Саша Александр Влог. Саша, спасибо огромное. Классный вот этот снеговичок, классная эта пена. С моим любимым ароматом апельсина. Ароматная клюква и апельсин. Вот такого позитивного оранжевого цвета была пена. Классно пенится, хорошо работает и пенообразование хорошее. Если в ванной вы лежите, аромат просто бесподобный. Для меня бесподобный, потому что я клюква, апельсин, такие ароматы очень-очень люблю. С огромным удовольствием пользовались и я, и ребенок. Следующее средство тоже закончилось у моего сына, у Максимки. Это от Крэзи Зу, шампунь, не шампунь-гель, гель для душа, Катюшки Минченковой. Теперь хочу передать привет и огромное-огромное, Катюш, тебе спасибо. Потому что Катя нам прислала для моего ребенка сразу 4 средства от Крэзи Зу. И очень позитивные такие тут зверюшки. Очень приятно было пользоваться. Аромат абрикоса, тут написано абрикосовый десерт. Знаете, приятный аромат, действительно абрикосиком пахнет, кисленьким таким. Я сама с удовольствием пару раз намылилась, потому что детские средства охота на себе проверить тоже. Иначе как будешь рассказывать, нравится, не нравится, ребенок свое мнение все равно не скажет. Поэтому я тестирую на себе пару раз. Хороший гель, беспроблемный такой. Все, что надо делать гель, он делает. Классное средство, приятный аромат и позитивная упаковка. Еще хочу показать одно детское средство. Его присылала тоже Катюшка Минченкова. Вообще у нас таких было два. Таня Хорошева и Катюша присылала. Девчонки, огромное вам спасибо. Этот гель-шампунь, ягодный шторм. Но мы использовали как гель. Почему мы? Потому что я больше, наверное, чем ребенок. Очень-очень вкусный аромат земляники. Многие знают, что в последнее время я прямо на землянику. Вау, как мне ее надо и как она мне нравится. Но мне кажется, аромат земляники вообще у многих в любимчиках. И вот этот гель сильный, красивый такой аромат земляники имел. Поэтому с огромным удовольствием я им пользовалась. Максимке, конечно, ребенку тоже перепадало. Но, наверное, мне больше. У нас их было два. И вот это второй, который закончился. С огромным удовольствием пользовались. По-моему, от трех лет идет это средство. 200 мл объем. Написано, что не содержит СЛС, парабенов. Давайте так поближе покажу. Потому что информация тут все-таки важная такая. Интересная. Увижу, куплю. Себе причем куплю. За аромат только. Вообще все, что есть с земляникой, это очень приятно. Хотя написано ягодные штормы, нарисованы разные ягоды. Но все-таки преобладает для меня аромат земляники. Как шампунь не пробовала. Не знаю, ребенок тоже не пробовал, по-моему. Как гель использовал. Так, следующее. Так, так, так. Сейчас. Вот, нашла. Вот такой гель-скраб. Не, даже мыло. Мыло-скраб для тела. Это яблочная шипучка от Organic Kitchen. Снова хочу передать привет. Теперь Оленьке Крюковой. Оля, спасибо. Было время, когда я просто очень хотела этого Organic Kitchen. Оля, как и многие другие девочки, прислали мне эти средства. И я их все тестирую с огромным удовольствием. Что хочу про эту яблочную шипучку сказать. Тут написано мыло-скраб. Но это, знаете, чуть-чуть густоватый такой гель. В котором есть скрабирующие частички. И этот гель пенится. То есть, если мы обычно скрабируем тело, а потом моем, например, гелем для душа, то тут не надо было этого делать. Тут достаточно было вот этого одного средства. Намыливаетесь. И тут и пилинг идет. И сразу моете тело гелем для душа. Классно. Пахнет приятно яблочком. Сильно вау такого, что прям съесть хочется не было. То есть, на аромат все равно понимаю, что это косметическое средство. И приятно было пользоваться. Объем небольшой. 100 мл закончилось достаточно быстро. Ну, приятные воспоминания осталось. То есть, понравился. Плохого вообще ничего не могу сказать. Так что, Оля, огромное-огромное спасибо. Так, ну давайте Оду теперь споем. Снова Оле огромное спасибо. Я показывала в одном из блогов вот этот шоколад для ванны. Он идет с маслом ши, апельсин и ваниль в аромате. Это прислал мне вот Оленька Прюхова из Санкт-Петербурга. Вот так выглядела позитивно коробочка. Вот в такой вот прям как в шоколадной слюте. Сама была вот эта плитка как будто бы белого шоколада. Я ее показывала во влоге. Вы знаете, это такое классное средство. В общем, вот эту вот плитку вы в ванной, в воде растворяете. И вода становится такого как бы молочного цвета. И когда вы погружаетесь в эту воду, во-первых, бесподобный просто волшебный аромат апельсина ванильного. А во-вторых, само тело сразу становится таким нежным, как будто вы уже какое-то молочко нанесли. Я не знаю, я такое колоссальное удовольствие получила. Если вдруг кто-то увидит, я не знаю, сколько стоит, как цена-качество работает, но бесподобно. Как спа-удовольствие колоссальное. Так, показываю вам поближе, что здесь написано. Единственное, там не больше 20 минут, по-моему, надо находиться. Ну, вот какие масла здесь входят. То есть вы можете почитать, посмотреть. В восторге я осталась от этого шоколада. Это просто бесподобное. Бесподобное средство и удовольствие колоссальное. Так, дальше. Так, это пока отложим. Закончилась вот такая коробочка. Ну, коробочка-то большая, там было 3 средства. Мне Оленька тоже прислала Оленька, но теперь Оля Миссис Смит. У нее есть свой канал, многие на нее подписаны и знают Олю. От Кафе Красоты. Здесь было 3 средства. Это кусковое мыло ручной работы, соль 200 грамм для ванны, пакетик. И шарик, пенящийся, бурлящий шарик. Ну вот мыло-то у меня пока в запасах лежит, а все остальное я использовала. Соль с удовольствием использовала, а ребенок использовал шарики. Потому что у меня все эти шарики очень любят сын. Понравилось. Ну, соль, она сама по себе хороша, потому что несет свои действия. Но шарик, шарик понятно, да. Для ребенка шарик это интересно и приятно. Так, давайте вон там поставлю. Поэтому Оле огромное спасибо. У меня еще есть один такой набор, еще от Оли Ткачевой. Так что будем пользоваться дальше. 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 Что тут поближе еще показать. Мыло для кухни закончилось. Дом Фаберлик. Это, наверное, одно из лучших мыл для кухни. Но мне еще очень-очень понравилось от 100 рецептов красоты. Мыло для кухни тоже бесподобно. Вот понравилось там еще апельсином. Аромат апельсиновый был. Вот прямо вау. Если взять из Дом Фаберлик какое мыло, мне и с орхидеей всех больше сейчас нравится. Раньше им нравилось яблочко и цветочный аромат. То есть сейчас у них новенькое с орхидеей. Прямо бесподобное. С первого раза бывает такое, что не отмывает селедку, курицу и мясо. То со второго раза намыливаете и все прекрасно отмывает. Единственное, что девчонки иногда тряпочки говорят, стирают этим мылом. Я нет. Я антибактериально стираю тряпочки. Мне кажется, так лучше антибактериальным. Ну а все остальное, что нужно делать этим мылом, мыть руки там. Это вот, пожалуйста. Посуду я им не мою. Я мою средствами для посуды. Так, Оленька Ткачева, теперь тебе огромный привет и огромное спасибо от Максимки вот за эти шарики. Это бурлящие были шарики с сюрпризом. Первый был апельсиновая шипучка. А второй классический пломбир. Вот такие вот ароматы. Вот так они выглядели. Ну и, собственно, вот они сюрпризы там болтаются. Ребенок говорит, мама, покажешь, потом мне отдашь. Так, давайте я шарики сюда. Тут написано, игрушка внутри шара. Нам и до этого девочки присылали такие шарики. Мы пользовались. И каждый раз разные вот эти вот шарики внутри. Но вот в этих двух оказались одинаковые. Так что, Оля, вот такие вот сувенирчики у Максимки остались. У него, кстати, скапливаются такие мячики. Он, бывает, так сразу их оптом играет ими всеми. Так классно смотрится, как они у него катаются. Вот. Но я их не выкину, это я просто вам показать. Если вдруг вы своим детям захотите и прочитаете игрушку внутри шара, ну что же там может быть. Это вот такие вот милые мячики. Сами шарики не настолько прямо бурлят. Они рассыпаются. Бывает так, что вот эти мячики как-то ближе к краю, их уже видно. Ну, так знаете, как бы немножко некачественно внутри. Вот сам шар сделан, но наличие подарка перекрывает какие-то недостатки. Но я о них все равно должна упомянуть. Так, давайте еще передам привет. Снова Оле Крюковой. Оля мне вообще прислала три разных вот таких от Кларан шампуня. Закончила один. Надо было, конечно, все три использовать. Потом уже рассказать свое мнение. Я использовала пока только один. Как я тут не пыталась, у меня вот это вот количество не вытекло. Очень хороший шампунь. Хорошо промывает голову. Мне кажется, все три будут по действию похожи. Давай так поближе покажу, какой был этот. Потому что это важно. С каким цветочком. Прекрасно промыл голову. Вообще пробник, в котором 25 мл, это замечательно. Хорошо промывает. Тут, может, состав кому-то важен или еще что-то. Так, и давайте вот здесь еще покажу. Так, где вот. Видно, да? Дальше уже не настолько важная информация. Я этот шампунь использовала с хорошей маской. И волосы прямо становились пушистые. Вообще от маски больше зависит, чем от шампуня. Шампунь, что он промыл и все. А вот маска, она уже там может либо зажирнить волосы, либо объем сделать. Тогда вы не поймете, понравился шампунь или нет. Но в любом случае после этого шампуня волосы не путались. Они были мягкие. Не было такого желания дикого сразу быстрее. Или какой-нибудь маской пожирнее намазать на волосы, чтобы гнездо распутать. Нормальный шампунь средний. Ну, как средний. Хороший, нормальный шампунь. Вот так. На донышке осталось. Это с маслом Амлы. Я ее не выкидываю. Просто на один раз использую и уже потом выкину. Это эликсир. Эликсир для волос с маслом Амлы. Мне этот эликсир очень нравится. Вы знаете, вот спросите меня, чем нравится. Я его действия, по сути-то, не вижу. Потому что его я, например, наношу после мытья, всегда после мытья, на влажные волосы. Наношу 3-4 нажатия на руку. Между руками размазываю это количество. И по всей длине волос. Он не жирнит волосы. Он хорошо впитывает. Мне кажется, немножечко блеска придает. Очень приятно пахнет. Потому что на протяжении какого-то времени, пока им пользуешься, к этому аромату привыкаешь. Он прям становится таким любимым даже. Давайте поближе покажу, что здесь. Но я думаю, это масло все-таки напитывает в какой-то мере волосы. И несет какую-то пользу. Но сказать, что я прям вот намазала и сразу увидела, как это масло работает на мне. Ну, этот эликсир, не масло, а эликсир. Я этого не вижу. Насколько я знаю, тут можно использовать тремя способами. И до мытья волос. Мокрые волосы. И можно сухие наносить уже на сухие. Но вот мне больше нравится после мытья на чистые влажные волосы. А потом уже я сушу их феном. Вот такое средство. Но я его не выкину. Я его допользую. Потом уже только выкину. Дальше. Никогда не показываю ватные диски. Но тут уж просто понравились. Хочу показать. 120 штук. Белла Картон. Бережный для макияж написано. Чистота нежности. И вот тут написано закрытый край. Вот так выглядит. Сам ватный диск. Эта сторона такая пушистенькая. Это как будто так соты. И край действительно такой, знаете, как мы говорим, простроченный. Но нет, он так прижатый, да, получается. Конечно, он не простроченный. Единственный, можно сказать, минус вот у этой как раз прострочки, что когда вы, например, под глазиком протираете, то он становится даже в какой-то мере острым. Можно раза два, наверное, было чувство, что я тыкаю им в глаз. Вот. Поэтому тут надо немножечко осторожно. Но в целом ватные диски хорошие. Не люблю диски показывать, но почему-то захотелось. Так, давайте по кремам пройдемся. Сначала покажу молочко для тела, спелая смородина. Это молочко пошло у меня в использование, потому что это старый вариант. И уже срок годности поджал, и мне пришлось его поставить. Последнее время тянет больше на цветочный аромат. И поэтому как бы вот ягодный аромат у меня все стоял, ждал очереди. Ну, достоялся так, что прокричал мне, когда я смотрела свои запасы, что пора уже использовать. Но в целом приятное молочко. Быстро впитывается в кожу. Оно такое жидкое. Сейчас даже вам будет видно остатки. Нет, не больно вам и видно. Нет, так смотрите, я его жидким называю. Прилип не хочет стекать. Ну вот, видно течет, да? Вот. Достаточно оно жидкое, но хорошо впитывается, легко распределяется. Мне удобнее такие вещи переливать, я уже говорила, в круглые банки. И уже использовать руками из круглой банки. Вот с середины трясти такие вот пузырьки, это вообще испытание какое-то. Руки в креме, бутылка вся в креме, это не дело. А вот в круглой банке очень удобно. Поэтому я быстренько перелила и использовала уже из круглой банки. Хорошее средство. Действительно молочко. Таня Хорошева. Привет тебе, Танюша. Большое-большое спасибо. Ты мне прислала вот такой крем для рук от чистой линии. Вообще у меня таких кремов два, у меня еще один есть. Только уже подарок другой девочке. Я о нем потом поговорим. Пока в запасах спрятанный. Этот от Танюшки. Хороший крем. Сила пяти трав, пять действий, увлажнение, питание, упругость, ухоженная кутикула и крепкие ногти. Я вообще очень люблю кремы, когда они и для ногти, и для кутикулы подходят. Очень честно тут написано было по шкале из пяти баллов двойка. Нежная текстура. Действительно, этот крем можно было использовать даже для офисных работников. Это вы знаете, как хорошо. Ручки помыл с мылом, и чтобы мыло не сушило, нанес вот такой крем. Очень позитивная летняя упаковка, которая просто радует глаз, когда стоит рядом на столе. Классная. Очень располагает это вот десять витаминов. Вот эта капелька. Я не знаю, вот дизайну огромный-огромный плюс. И вот этой вот честной табличке тоже плюс, потому что как бы не ждешь от него уже чудес, что это будет прямо такое, на любые обветренные руки. Нет, а вот на каждый день классное средство. Я не один раз в день использовала увлажнение питания 24 часа, но это при том, при всем, если вы будете использовать не один раз в день. Тогда действительно у вас будет хватать надолго. Легкий, приятный крем. Вот прямо, не знаю, увижу, куплю. Но у меня сейчас есть запас такой. Дальше. Я, как уже говорил, девочек с приветом. Поэтому следующий привет хочу Жануле передать. И огромное спасибо. Это один из любимых моих кремов для ног. Красивые ножки, Foodworks. Была лимитка у Эйвен с маслом Макадамии, вот этот крем. Я его так любила. Да его вообще пол Ютуба любила. Пол Ютуба не любила и половина любила. Ну вот я отношусь к той категории, для кого это пахло. Действительно Макадамии. Очень вкусно, очень приятно такими, знаете, печеньками. У меня такой крем быстро закончился, но вот мне Жанна из своих запасов прислала еще один. Я его там честно хранила месяца два, но потом не удержалась, достала и зимой вот этот аромат Макадамии это самое то. В морозы сладкий, вот этот, такой, знаете, даже не сладкий, а теплый аромат печенек. Прямо так приятно. И хотя это лимитка, но это зимняя лимитка. А зимние лимитки Foodworks хорошие, питательные. То есть этот крем достойный, хороший, это не легкий, который у них вот есть, у Эйвен. Даже не кремы у них летние, лимитки, а, как они называются, лосьоны, такие, знаете, как гелевые текстуры. Там вот ни о чем. А это хороший, такой достойный крем для ног. Так, Жануля, следующий привет снова тебе. Вот это средство приехало, наверное, в одно из первых посылок от Жаночки. Уже около, ну, года полтора точно вот этому средству. Я сначала хранила, берегла, но потом достала и начала использовать. Это, давайте я вам поближе покажу, вот это, прочитайте, что это. Вот такой вот пилинг, молочко для рук. Разглаживающе. Это действительно молочко. То есть, когда наносите этот вот пилинг, молочко на руки, ощущение, что это такой густой крем с вкраплениями. Так, я поставлю, чтобы мне это вот не дирижировать, да? Но когда начинаете разносить по рукам, это действительно оказывается молочко с пилингующими такими частичками и вот с таким вот скрабирующим эффектом. Это так классно. И когда смываете водой это вот молочко, руки становятся вот как прямо у младенца. Нежные-нежные, мягкие-мягкие, никакого крема не надо. Вообще классное средство. Я не знаю, ну, я понимаю, что у доктора высокая цена, наверняка это очень дорого, но средство прямо вот классное. То есть пользовалась с огромным удовольствием. И надо было совсем небольшое количество, чтобы вот распределить было по рукам. Вот. Не часто пользовалась, но пользовалась. Далее. еще одно средство хочу показать. Это скраб для лица и тела. Мне этот скраб пришел в коробочке красоты. В этом скрабе 40, по-моему, да, 40 грамм. Давайте поближе покажу, девчонки, мальчишки, кто смотрит. Это кофе. Вот ощущение, что вы знаете, я не знаю, тут состав вам видно или нет, есть или нет. Но вот, когда я получала коробочку, я сразу открыла и показывала. Тут плохо уже, вам видно, наверное. Ну, вот. Вот. Прямо чистое, сухое кофе. Единственный минус, вот то, что оно сухое, что в ванну надо осторожно, чтобы туда вода не попала, потому что сухое надо было распределять на руки, влажными руками между собой и на тело. Благодаря тому, что это сухая текстура, надо было небольшое количество хватало на все тело. И, в общем, вот этих 40 грамм мне на три раза хватило. Я думала, мне на одного раза не хватит, мне хватило на три. Вот единственный минус, что задача туда, чтобы не попала вода. Классно. Аромат кофе стоит на всю ванну. Правда, вот это вот кофейное, ну, цвет, соответственно, вот такой, как у упаковки, это вот по ванной. Это кофе, вот этот цвет воды не очень красиво смотрится. Но аромат бесподобный. В ванной стоит такой аромат после того, как вы оттуда выйдете, как будто вы там кофе пили и не одну чашку. Классно. Вот сейчас по руке я помазала, ну, как бы порастирала немножко. Она у меня, во-первых, стала чуть-чуть розовенькая, а во-вторых, очень приятно пахнет. Следующее средство хочу показать. Это вот такая сыворотка. Две даже сыворотки. Тоже во влоге показывала, как я с ними справляюсь. Я беру пустую баночку и это сразу все выдавливаю из всех саше в общую кучку и уже использую из другой баночки. То есть, оно у меня еще там не закончилось, еще немножко есть. Но хочу показать обе эти сашетки. Прислали мне эти сыворотки. Одну Оксана Александрова, вторую Таня Хорошева. Девчонки, огромное вам спасибо. Мне эти сыворотки нравятся. Давайте я вот так покажу. Если сможете, прочитаете, кому это интересно. Тут секрет улитки коллаген. Лифтинг эксперт. Единственное, что у меня последнее время лоб не хочет, чтобы на него вообще ничего, кроме может быть спиртовых каких-нибудь компрессов наносили. Потому что он сразу начинает вредничать, сразу покрывается какими-нибудь высыпаниями. То есть, лоб у меня категорически против. А вот овал лица, шея, декольте, начиная от носа и ниже, вот это я с удовольствием наношу. Ну и вообще у женщины шея и сам овал лица с определенного возраста это то, что нужно спасать в первую очередь. Поэтому, я думаю, мой лоб не пострадает, если он пока перебьется, раз не хочет такими средствами пользоваться. а вот там, где надо, то я и спасаю этим лифтингом сывороткой. Единственное, что этой сывороткой можно только использовать ее, по-моему, месяц, один-два раза в день. Я вам показывала, вы, наверное, успели увидеть. Да, вот, курсовое применение один-два месяца, потом перерыв один-два месяца или переход на другой вид сыворотки, а потом можно курс повторить. То есть, один-два месяца можно использовать эту, а потом переходить либо на другую, либо просто делать по углу. Дальше. Не устали? Ну, вот насчет лба. Вот такая настойка календулы, 40 мл, вонючка редкая, спирт чистый, может быть, не чистый, конечно, 40 градусов. Баночку я вот выкинула. Вот так, так, так. Ну, в любом случае, это спиртовая штука. Вот, прижигает очень классно все вот эти вот высыпания на лбу. Можно точечно наносить. Я так уже щедро на весь лоб, потому что надоело. Прямо как будто мне 13 лет у меня лоб зацвел тут одно время. Эту настойку мне Оксана посоветовала, Оксана Александрова. Оксана, спасибо тебе большое, потому что я ей пользуюсь с удовольствием. Вот она у меня кончилась, я куплю еще. Единственное, что вонючка, конечно, но работает. Поэтому куплю снова и пусть работает дальше. Дальше. От АВН закончилась вот такая мицеллярка. Прислала мне Оля Ткачева. Сейчас мне опять скажут, она что, нищая ей все присылают? Ну, что делать? Если присылают, богатые, видите, сколько средств. Скажем, богатые. Единственный минус у этой мицеллярки, вот захочешь, не сможешь прочитать тут. даже если бы было на русском языке. Ничего не видно, все беленькое, все на прозрачном фоне. Ну, как мицеллярка, эта вода хорошая, но я так понимаю, что это был пробник такой, в нем всего 50, по-моему, нет, 25, сколько тут написано, 25 миллилитров. Оль, спасибо тебе большое, попробовала с удовольствием. И макияж снимала хорошо, глаза не щипают, и с лица макияж снимала, маленькое количество нужно было, то есть, один ватный диск на один глаз, и быстро умывалась. Я ей пользовалась, наверное, неделю-две, ну, может, неделю, может, не 10, вот так вот. Такой маленькой лилипутки хватило надолго. Дальше. Да, хочу тоже, пока я пока показываю, то, что мне Оля Ткачева присылала, давайте уж сразу я покажу, что от нее еще было. Крио, как я понимаю, это Крио маска для области под глазами, лифтинг эффект, интенсивное увлажнение, интенсивный лифтинг. Саше, ну, не Саше, сами патчи были вот такие большие. Вот я такое люблю. Посмотрите, как далеко. Даже если у вас совсем огромные мешки или синяки под глазами, прям большую область захватывают. Классные. Сейчас скажу, что понравилось и что не очень понравилось. Так, смотрим. Применение. Нужно вот почистить лицо, потом нанести и через 20 минут убрать. Так, снять маску, ополоснуть область под глазами. Предупреждение. Избегать попадания в глаза, не наносить на поврежденную, раздраженную или воспаленную кожу. Только для наружного применения, беречь и детей, хранить. Так, вот. Не использовать повторно. Ну, патчи-то понятно, что их повторно не будешь использовать один раз. Но вы знаете, тут вот этого средства, оно, во-первых, не жидкое, не гелевое, а кремовое было. Не знаю, вам будет видно или нет. Но я думаю, все равно будет сейчас видно. Его там так много, что не использовать повторно или там второй, или третий раз. Мне кажется, значит просто ну, выкидывать средства так много, очень сложно. поэтому я второй раз его использовала. Но знаете, как уже без патч, просто вот так густенько под глазки на следующий день нанесла. Посидела так же 20 минут, потом смыла. Но я думаю, вот у меня сейчас еще одна такая есть. Оля мне две прислала. Кстати, смотрите, написано серии ледяные кристаллы. И у меня уже рука не поднимется выкинуть так много средств. Я, наверное, использую уже не два раза, а побольше. Ну, единственное, что действительно, сами патчи один раз, но почему бы этим средством еще не использовать? Почему его выкинуть надо? Почему нельзя повторно? Вот расскажите, если у вас 10 мл, это же очень много. Что вы делаете вот в таких случаях? Прямо реально берете и выкидываете или все-таки как-то вот так вот и используете еще? Ну, не знаю. Мне почему-то очень жалко просто выкинуть. Поэтому следующее я использую уже, наверное, более экономно. Ну, понятно, я не буду две недели прямо вымазывать так, но три-четыре раза мне кажется, это будет вполне нормально использовать такое средство под глазки. Так, после этого средства я, знаете, что использовала? Тоже это Оля присылала. Так, давайте вот так покажу. в общем, вот такая вот штука. Пробник был для кожи вокруг глаз. Видите, вот так он выглядит. Так, видно тут крем для области вокруг глаз один миллилитр придает. Что-то у меня руки трясутся ночью. в общем, и утром, и вечером можно, как я понимаю, Я использовала с огромным удовольствием и мне очень понравилось. Прямо дня 4, 5, 6, вот так где-то я утром и вечером наносила под глазки и мне понравился этот крем. естественно, что уж такого я результата видимого не увидела, но крем работал неплохо. То есть, он хорошо впитывался, не было липкости какой-то, не было какой-то дискомфорта. То есть, ну, вполне нормально себя вел. понравился. Дальше. От комплимент. Оля Крюкова присылала скраб и маску. Так, где тут скраб? Вот. Это маска. Вот этот скраб. Глубоко отшелушивающий скраб для лица 3 в 1. Очищает, сужает поры, смягчает, активно увлажняет, устраняет несовершенство против жирного блеска. Как раз мы ему любимому хорошо. Маска зеленой биоглины глубоко очищающая. Матирует, сужает поры, снимает признаки усталости, придает эластичность. Это нормальный комбинированный жирный. Понравилось, потому что сейчас моему лбу это самое то. Вот. Без аллергенов написано. Понравил. Соль, спасибо большое, с удовольствием использовала. Сказали, что прям я вау-эффекты увидела? Ну, не увидела, но вообще я очень люблю такие средства, поэтому они мне нравятся. Жануля мне присылала вот такую еще пробник алоэ. Это гель для умывания. Про этот очень хотела я попробовать такой гель, хотя бы пробник. Не то, что мне нравится вот как вот сам этот гель натуральный от холика-холика, он так в форме листочка алоэ, то есть симпатично смотрится, но мне хотелось хотя бы попробовать. Я попробовала. Вау, не почувствовала, он не смывал макияж, но как гель он был достаточно жиденький и у гелия есть такое свойство, долго-долго его никак не смоешь с лица. Вот этот гель хорошо смывался с лица, быстро и не надо было полголовы с волосами мочить, чтобы наконец-то оно смылось. Мне обычно, когда обычный гель я смываю, у меня и челка уже вся там мокрая и за ушами уже все мокрое, все виски мокрые, а гель все пенится и никак не смывается. Тут прямо хорошо. Он намылился, смыл, но единственное, что макияжа на лице быть не должно. То есть, вот этот гель просто смывает, например, тот же крем вечерний утром остатки. Вот так. Так. Отвеши. У меня таких есть три маски, но я успела попробовать одну. Так, так, так. Тоже мне две Оли присылали. Где тут написано про саму маску-то? Минеральная успокаивающая маска. Вот здесь на русском языке написано. Я ее нанесла. Тут надо было на сколько? На пять минут. Да, на пять минут. Потом излишки надо было удалить при помощи салфеточки. У меня при помощи салфеточки не получилось. Почему? Она очень липкая на лице осталась и через десять минут липкая. То есть, я ее просто смыла в итоге и тоником протерла лицо. Вот этот липкий эффект мне не понравился. Может быть, это потому, что она минеральная, может, еще что-то. Но вот минерально успокаивающее. По одной судить трудно. у меня таких еще есть две штуки. Я еще попробую. Поэтому пока ругать не буду, но не поняла. Вот этот липкий эффект смутил. Не понравился. Так, что еще у меня тут осталось? Кстати, я забыла упомянуть. Пена снеговичок. Вот эти вот штуки, заглушки, вы сразу вынимаете. Потому, что некоторые пытаются выдавливать пену вместе с такой заглушкой. Это, знаете, легче кистевой эспандер купить и качать себе мышцы на руках. В пенах таких лучше сразу их вынимать. Закончился пробничек. У меня есть полноразмерная вот эта версия Avon Life. Хочу сказать, что это такой аромат, который нравится далеко не всем. Для кого-то это прямо банальный обычный цветочный незапоминающийся аромат. Мне он понравился. Не скажу, что рука прямо у меня только к нему и тянется. Но бывает так, что я могу пользоваться, а могу и не вспоминать про него. Ой, простите. Но аромат мне понравился. Я даже не поленилась, не пожалела денег и купила полную версию. То есть понравился настолько. Но сказать, что я прямо фанат этого аромата, нет. От Тани Хорошева мне присылала вот такой пробник туши Chanel. Использовала пока полностью не закончился. Танюш, спасибо, огромная классная тушь. У меня когда-то она была тоже в таком пробнике и тоже маленького вот этого количества. Два по-моему тут миллилитра. Не помню, один или два. Полтора. Полтора грамма написано. Хватает почти на месяц, даже больше. Прямо ничего не остается. Я вымазываю абсолютно все. Классная тушь, прямо классные ресницы, без всяких танцев с бубнами. Молодец. шанель, конечно, но и цена и качество на высоте. Все, корзинка моя пустая. Не совсем пустая, там есть еще мой любимый комплекс, но он у меня еще не закончился, еще две ампулы есть, ванны, я уже в следующий раз покажу, потому что я опять буду хвалить, опять говорить, что мне все нравится и советовать купить. Все, на этом мои пустые баночки закончились. Вот такое количество средств я сейчас выкину, но не средств а пустых банок, и начну копить следующие, поэтому запасы немножечко редеют, чему я рада, запасов слишком много, поэтому хочется всем пользоваться, чтобы ничего не залеживалось и тем более не портилось. Спасибо всем за внимание, надеюсь, вам со мной было интересно, всем до новых встреч и всем пока!